Всем привет, меня зовут Бактыбала и я психолог. Сегодня в видео я вам хочу рассказать о том, как подготовиться на випассану. В прошлом ролике я вам рассказывала про свой опыт, что я получила, и делилась с тем, что это был один из трансцендентальных опытов в моей жизни. Прежде чем перейти к теме, я хочу вам напомнить о том, что вы можете написать мне письмо с вашим кейсом, и я обязательно сделаю психологический разбор. Это ваша уникальная возможность получить психологическую поддержку, а также поделиться своей историей. Возможно, именно ваша история будет поддержкой кому-то сейчас. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, а также ставьте уведомления о публикациях. Также на Patreon вы можете получить специализированные материалы, которые я создаю специально для вас. Сейчас на Patreon вышли новые пакеты и гайденсы по работе с созависимостью и также по созданию правильных и новых привычек. Так что переходите по ссылке на Patreon, вы можете просто стать донатером и задонатить мне сумму также на PayPal, Caspi и Bank of Georgia для всего мира. Ну что же, как подготовиться к випассане? Как же подготовиться к випассане? Хороший вопрос. Когда я собиралась на випассану, у меня был высокий уровень тревожности, я не знала, что мне с собой взять на 10 дней, как я буду 10 дней молчать и 10 дней сидеть без телефона. Но всё прошло хорошо, я получила то, что хотела, это был невероятный опыт, и я рекомендую вам, если вы давно хотите и боитесь, или только услышали и подумываете, я обязательно рекомендую випассану как один из способов расширения сознания. Вообще випассана считается духовной практикой, но я не люблю духовность в плане чего-то там вуду или мистического и волшебного. Духовные практики — это знания, которые мы ассимилируем и через которые мы расширяем своё сознание. Психотерапия тоже является одним из способов расширения сознания, но сегодня мы говорим не о ней. На самом деле я очень рада, что выбрала эту практику и практикую её по сей день, поскольку заметила на себе положительные аспекты, которыми я делюсь в этом видео, можете посмотреть. К випассане я пришла благодаря Юваль Ной Хараре, если вы знаете, это известный социолог, который написал книги Homo Deus, Homo Sapiens, 21 урок для 21 века. В общем, он меня очень сильно вдохновил что-то вообще практиковать випассану в целом, но я даже не думала ехать на неё. Но когда я увидела рекламу и увидела, что это в Грузии, и я живу в Грузии, подумала, надо ехать. Так как же подготовиться к випассане? Практический совет. Первое. Это вам нужно понимать, для чего вам это нужно. Задайте себе вопрос, для чего мне это, поскольку это не самая лёгкая практика, то есть вам нужно будет 10 дней быть в молчании, без телефона, без взаимодействия. На самом деле это не так уж и просто, поэтому важно понимать, для чего вы это делаете, что вы хотите получить. В целом это не только про випассану, это про любую практику в мире, и вообще, если вы идёте куда-то, вам вообще нужно понимать, для чего вы это делаете. Второе. Обязательно изучите информацию, что такое випассана, поскольку если вы слышали про випассану от других людей, которые просто говорят, о, випассана, это классно, это круто, или это хайпово, это в инстаграме кто-то выложил, это, конечно, всё прикольно тоже, но вы должны понимать, что это не развлечение, это не для хайпа, это не для инстаграма, это вы делаете для себя, это 10 дней молчания из вашей жизни, которые, скорее всего, будут очень трансформативными для вас, но в то же время вам важно изучить более глубинно, что такое вообще випассана, что это за практика, и что там вообще происходит. Кроме того, перед поездкой достаточно высокий уровень тревожности, поскольку это что-то неизведанное, непонятное в другом месте, скорее всего, в другой стране или в другом городе, и непонятно, что там будет, поэтому лучше что-то поизучать, посмотреть и почитать. Третье. Если вы ждёте, что випассана вас от чего-то излечит, или она станет вашим способом просветления, да, вот этого популярного enlightenment, то я хочу вас разочаровать, что лучше вам никогда никуда не ехать. Не нужно использовать випассану как уход от реальности. Используйте випассану как погружение в себя, оставаясь в контакте с внешним миром и вообще с жизнью. Практика достаточно сложная и физически, и ментально, поэтому думать, что это что-то волшебное, вам точно не поможет. Если у вас есть намерение трудиться, постигать себя, погружаться вглубь себя, то тогда да, пожалуйста. Четвёртое. Я бы сказала, что люди, которые медитировали до, другие практики, им будет легче, поскольку если вы никогда в жизни не медитировали, я думаю, что лучше попробовать сначала просто начать медитировать, а потом поехать, поскольку 10 дней медитировать по 10 часов, конечно, вы не медитируете 10 часов кряда, но в любом случае медитировать часами достаточно тяжело, особенно спине. Поэтому, и если вы не умеете просто медитировать 5 минут, 10-15 минут, то и час сидеть 10 дней, 10 часов, вставать 4-30 утра будет достаточно сложно. Поэтому, если вы собираетесь на Випассу, ну и она там через пару-тройку месяцев, то лучше начать сейчас медитировать. Пятый пункт – качайте спину. Это такой важный пункт, поскольку сейчас, в наше время, в 21 веке, мы постоянно сидим за компьютером, горбимся, и у нас очень слабые мышцы спины. И я где-то начала… В целом я занимаюсь очень много спортом, но я начала за 2-3 месяца отдельно выделять какие-то дни, чтобы уделять только мышцам спины. То есть упражнение делала специально для мышц спины, и то мне было очень сложно сидеть. Есть такой час, который называется Адитхана, когда у тебя есть твёрдое намерение сидеть и не шевелиться. Очень было тяжело сидеть и не шевелиться с прямой спиной, а сидеть сгорбившей, если я не хотела, потому что это плохо для кровоснабжения и позвоночника. Ну, в общем, понятно. Поэтому качайте спину, ну, в целом занимайтесь спортом, это гуд для вашего здоровья. Шестой пункт – это позаботиться о себе. Десять дней вы будете в изоляции, поэтому обязательно возьмите с собой достаточное количество одежды, разные шали, пледы или покрывала, всё, что вам понадобится, чтобы вам было комфортно. Я видела, люди даже приносили с тобой такие мини стульчики или табуретки, чтобы у них не затекали ноги. Также были люди, которые брали их прям такие большие одеяла. Это очень хорошо, поскольку, ну, надо смотреть, где будет ваша випассана и какое время года. Я была в мае, это было в горах, и было достаточно холодно. Да, поэтому возьмите достаточное количество тёплой одежды, если это в холодном месте. Но в любом случае, даже если это тёплое место, во время випассаны происходят разные процессы, разные чувства, эмоции. Могут быть такие приливы в селе и отливы, когда холодно, жарко. Поэтому в любом случае возьмите себе какую-то накидку, покрывало. Также обязательно возьмите лекарства, которые вам могут понадобиться. Конечно, по правилам вы должны будете их сдать, но для таких тревожных, возможно, как я, понимание того, что эти лекарства где-то там есть, и их можно взять, достаточно успокоительное. Поэтому это моя личная рекомендация. Иметь с собой лекарства, сдать их, если нужно, будет уже попросить. Седьмой пункт, а я думаю, это один из самых важных и утихомирит вашу тревогу. Постарайтесь уладить вопросы с внешним миром. Всё-таки вы уходите в уединение и будете без связи целых 10 дней. И это будет не очень приятно тем людям, близким людям, если вы их не предупредите, куда вы пропали, вашим друзьям, ну, с кем вы постоянно контактируете, если они не будут знать, что с вами происходит. Вы также уладьте свои горящие дела, если нужно заплатить там по кредитам, по ещё что-то или по бизнесу, чтобы потом не сидеть и не переживать, что там происходит. У меня был такой смешной случай. Я на пятый день вспомнила о том, что, кажется, я не выключила утюг. Это было такое ужасное чувство. Я просто проснулась, это было в обед, там у нас был перерыв, я спала, и я просто проснулась от тревоги того, что, возможно, я не выключила утюг, а я живу в съёмном доме. Конечно, это было на пятый день, и я уже подумала, что даже если дом сгорел от утюга, то что я теперь могу сделать? Но хорошо, что я выключила утюг, и всё было нормально, поэтому, чтобы не было таких казусов. И, знаете, за счёт того, что 10 дней вы в изоляции и ни с кем не разговариваете, чувства, которые возникают, они становятся достаточно интенсивными, и проживать эти чувства достаточно было тяжело. То есть вот эту тревогу, связанную с утюгом, я не знаю, мне понадобилось, наверное, 2 часа, чтобы успокоиться. Восьмой пункт. Когда вы будете на випассане, есть правило не разговаривать с людьми, не взаимодействовать, не глазами, не прикасаться. И я настоятельно рекомендую следовать этому правилу, поскольку вы идёте с определённым намерением на данную практику, и если вы будете выполнять правило, она будет для вас более эффективной. Девятое, последний пункт. Это когда последний день вам выдадут телефоны, и вы будете отчасти прыгать, как делала это я, возьмите обязательно паузу, потому что очень сложно не запрыгнуть в телефоны и не начать проверять, кто мне написал, что не случилось, что случилось. Я когда взяла телефон, я сразу начала проверять, не умер ли кто-то. Ну, то есть это вообще... Поэтому возьмите паузу, продышите, потом проверяйте ваши сообщения, поскольку вы почувствуете вот этот эффект, что 10 дней без телефона это очень хорошая практика, и надо делать её почаще. Випассана было настолько глубоким погружением для меня, что помогло мне переварить какой-то большой пласт информации, который мне не получалось сделать нигде, даже на психотерапии, хотя я очень люблю психотерапию сама. В общем, это помогло мне выйти из-за депрессивного какого-то эпизода, и флуктуации настроений, даже физическое состояние улучшилось. Я очень благодарна за этот опыт, который случился в моей жизни. Если вы хотите более подробно узнать, что я получила, какие у меня были впечатления, вы можете перейти по ссылке, посмотреть данное видео, а на этом видео подходит к концу. Надеюсь, оно вам было полезно, и оно поможет вам эффективно подготовиться к вашей практике випассаны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и давайте поднимать уровень осознанности вместе. Всем пока!